Диалекция по диалектическому методу Тому, кто все принимает как аксиому и следует существующим правилам, не подвергая их критике Ну а соответственно нонконформизм в условиях господства общественного отчуждения, бюрократии, рынка и всего остального Ну вот как я образно сформулировал, вреден для здоровья, создает проблемы Приходится плыть против течения, что гораздо труднее, как известно Я коротко охарактеризовал потенциал и проблемы позитивизма Единственное, на чем я хотел бы еще раз остановить ваше внимание Отдельные разрозненные факты, складываясь в общественную практику, могут приобретать совершенно другие смыслы Вот я приведу пару экономических примеров Пример номер один Инфляция в стране составляет 3-4%, но до недавнего времени так и было в России И это очень хорошо, говорит глава Центрального банка Эльвира Набиуллина Да, это было бы хорошо, если бы при этом не сохранялось очень высокое социальное неравенство Экономическое развитие фактически отсутствовало Рост был на уровне плюс 1%, то есть это стагнация А бедность была чудовищной Если ее мерить по европейским меркам, то у нас половина населения в состоянии бедности Если по официальной российской статистике, то порядка 20 миллионов Тех, кто имеет меньше 12,5 тысяч рублей в месяц для прожития Вот вам, пожалуйста, факт и контекст и общественная практика Второй пример Пенсионерам проиндексировали пенсию на 3%, хорошо это или плохо Но учитывая, что инфляция в этом году будет 7, это плохо Хотя по идее то, что проиндексировали на 3% звучит как хорошо, если не поставить факт в контекст Это только самые смешные, самые примитивные примеры Вообще все это надо рассматривать в общественном процессе, в развитии, в контексте социальных сил Их столкновений, политической борьбы, столкновений идеологических позиций и всего остального Иначе факт сам по себе оказывается очень малозначителен И претендовать на истину не может Даже если мы его адекватно отразили Точнее, отражение факта не будет истинным Даже если это отражение выдержало проверку, прошло верификацию Вот поэтому есть очень много проблем, которые здесь возникают Точно так же есть проблемы, которые возникают в связи с математическими моделями Которые выглядят абсолютно универсальными и априори верными Если нет ошибок Но на самом деле это далеко не так И смешной пример с одной кошкой и с одной мышкой Сложение которых даст одно, правда, сытое животное, а не два Показывает, что ключевая проблема математики Это постановка задачи, выбор области допустимых значений Абстрагирование от очень многих параметров и многое-многое другое Ну вот, соответственно, встает очень большой блок проблем Где диалектика выходит по ту сторону формальной логики, математической логики Включает исследование, прежде всего, противоречий, качественных скачков, каузальности Творения истории, а не просто отражения существующих фактов Ну и про постмодернизм я вам сейчас повторять не буду Главный вопрос здесь это отказ от деконструкции всего Диалектика не принимает этой деконструкции Она говорит о необходимости критического созидания Или созидания, подвергающего сущие критики Рассматривает развитие, но не деконструкцию Это совершенно разные вещи Диалектическое отрицание и деконструкция Деконструкция дробления всего, превращение в мозаику И замещение симулякрами, трактовками чего-либо Диалектика предполагает нечто прямо противоположное Практическое изменение существующего В зависимости от того, как складывается субъективная и объективная Обстановка, каковы объективные противоречия Закономерности развития этого объекта Ну и дальше, пожалуй, главный вопрос, который я вынес И который мы обсуждали Это то, что дух диалектики – это прежде всего исследование противоречий Каковы предполагают единство и взаимоотрицание двух противоположных сторон Мы к этому вопросу еще будем возвращаться не раз и не два Эти идеи развиты прежде всего в классических работах Капитал Маркса – это пример диалектической логики Он весь пронизан противоречиями, которые отражаются в соответствующих категориях И в противоречиях этих категорий или двух аспектов двух сторон этих Каждая из категорий Я буду приводить только один пример Пример товара, может быть, мельком упомянув про деньги и капитал Поэтому, когда Ленин в философских тетрадях Конспектирует Гегеля и других великих обыслителей прошлого Хотя, обратите внимание, да, идет Первая мировая война В России напряженнейшая обстановка, решаются судьбы мира Лидер политической борьбы на левом фланге Владимир Ульянов Сидит в библиотеке в эмиграции и штудирует науку логики Гегеля Зачем? Вот ответ на этот вопрос дала стратегии и тактика большевиков В революции в последующее время За тем, что она была диалектична Не прагматично пристраиваясь к событиям, как говорят их критики Не бессмысленно, как различно, как говорят их критики А диалектично Но это особая тема Я просто не мог это не анонсировать Я думаю, что вы можете к этому отнестись немножко иначе И, возможно, отнесетесь иначе Ну, а затем эти идеи были развиты в творчестве Вальдельенкова, Бертла Олмана и так далее Я постарался показать, зачем нужна диалектика И она позволяет и исследовать процессы И приобрести иммунитет к манипуляциям И научиться понимать, где прогресс, где регресс И действовать на этой основе, изменяя историю Итак, мы зафиксировали, в частности, несколько противоречий Которые я буду напоминать вам постоянно Вы уж извините, но мне просто важно на этом примере Чуть-чуть вас обучить еще и политэкономии И показать, как работает действительно противоречие в той сфере Где в наибольшей степени реализован диалектический метод Он в наибольшей степени сейчас реализован по-прежнему в блоке капитала Хотя и не только здесь Капитала Маркса, я имею в виду книгу «Капитал» Итак, противоречие товарного производства В качестве примера диалектического противоречия На одном полюсе независимые обособленные производители Каждый из которых действует на свой страх и риск На другом полюсе общественное разделение труда Где все зависят друг от друга Каждый производитель зависит от десятков, сотен Иногда и тысяч поставщиков Детали, энергии, оборудования, всего Каждый потребитель зависит от сотен производителей Без которых он не может нормально есть, пить, одеваться, жить, учиться и так далее И пример сотнями – это пример капитализма 18-19 века А пример капитализма 21 века – это уже сотни тысяч субпоставщиков Опять миллионы потребителей И глобальная зависимость, глобализация, собственно, и есть Мировое общественное разделение труда в его капиталистическом виде Все друг от друга зависят И каждый ни от кого не зависит И то, и другое является истиной И то, и другое – абсолютный атрибут товарной экономики Рыночной экономики Ну, у Маркса товарного производства Убираем одну сторону обособленность производителей Попадаем в пространство плановой экономики Разделение труда есть, но всем Из центра дается указание, что и как производить Это некоторая утрировка, естественно В СССР было не совсем так Убираем общественное разделение труда Каждая независимая точка Получаем натуральное хозяйство Каждый на своем участке земли растет Растит картошку, морковку, выращивает кур Держит свинью, корову и так далее Вот такая картина Только тогда, когда есть и то, и другое Они взаимно отрицают друг друга Будучи абсолютно едины Есть рыночная экономика и ее развитие Более того, из-за этого противоречия Из-за того, что они никогда не соединятся Вот это, каждый сам за себя И каждый зависит от всех Они все время едины И все время в конфликте И вследствие этого Постоянно идет конкуренция Собственно, конкуренция есть выражение того Что они отрицают друг друга Эти две стороны Каждый сам за себя стремится побороть всех остальных Но зависит от всех остальных Убежать не может Но всегда победить не может Пока есть рынок Если всех победит, будет монополия И монополия уничтожает рынок Уничтожает конкуренцию За счет этого есть неравенство Одни разоряются, другие обогащаются За счет этого противоречия Есть стремление постоянно совершенствовать производство И так далее То есть противоречие Есть источник жизни этого рынка Но одновременно в перспективе И источник смерти Когда он исчерпает свой потенциал Есть противоречия в любой категории Отражающие реальные отношения Деньги отражают Категории, отражающие реальные отношения Где мы без копейки в кармане А желательно сотни или тысячи долларов На счету не можем шага ступить Но оно тоже, это денежка, оно, они, деньги Несут в себе внутренние противоречия Они качественно безграничны На деньги можно купить все И количественно ограничены Их всегда мало И так далее И тому подобное Вот теперь мы переходим к тому Что является предметом нашей сегодняшней лекции К тому, что эти противоречия Обладают статусом истинного Адекватного отражения Общественной практики Подчеркиваю, не факта А практики общественной Только тогда, когда они соединены в систему Только система противоречий Соответственно, система категорий Каждая из которых внутренне противоречива И отражает противоречие отношений Вот только такая система истины Давайте еще разочек Да, этого нет на презентации Итак, истина Только система категорий Отражающая систему отношений По отдельности Нельзя сказать, правда это или неправда Правильно или неправильно Второе Каждая категория внутренне противоречива Она фиксирует в виде противоречия То, что она есть И она отражает, эта категория Реальное противоречие Реального отношения Противоречия переходят одно в другое Разрешаясь и воспроизводясь Соответственно, система противоречий Есть система отношений И система отражающих их категорий Вот теперь начнется самое сложное Абстрактное Традиционно абстракция понимается Как то, что в голове В отличие от того, что в реальности Вот когда человек говорит Я тебя трахну палкой по голове Говорит Это вроде как абстракция Когда реально трахнул Это вроде как конкретное Голова болит Все плохо Особенно, если не сумел защититься Мы привыкли к такому употреблению Даже на философском факультете Наверное, это присутствует И в обыденной речи Обществоведов это присутствует постоянно Но существует более глубокое понимание абстрактного Как абстракции и в процессе познания И в мире науки И абстракции в реальности То есть материалистическая диалектика Говорит, что абстрактным Может быть реальный феномен Некоторая часть Системы Или неразвитое состояние системы Вот если вы возьмете яблоко Давайте возьмем И выкариваем из него семечко Вот семечко Это часть яблока Да, это часть яблока Но вообще говоря Это одновременно неразвитое состояние Не просто яблоко А яблонь Потому что из семечка вырастает Дерево, на котором вырастает яблоко В котором опять есть семечко Это часть И это одновременно неразвитое состояние Вот политэкономы очень любят дубы и желуди Я не знаю, почему Откуда пошло это предстрастие Я его впитал с молоком матери Хотел сказать От Николая Владимировича Хессина Который нам читал лекции на первом курсе Вот он почему-то использовал аналогию Желуди и дуба Вот так оно все и пошло С тех пор Поэтому будет желудево-дубовая аналогия Даже картинка в нашей жизни Вот желудь Это что такое? Это вообще, говорят, дуб Только очень маленький и неразвитый Такой очень молоденький Даже не маленький Такой очень молоденький-молоденький дуб С одной стороны А с другой стороны Это часть дуба На котором выросли желуди Желудь – это абстракция дуба В двояком смысле В том смысле Что это одностороннее Представление о дубе Когда мы говорим Категория желудь Мы говорим Вот это абстракция дуба Категория желудь – это абстракция дуба В науке Изучающий дуб И одновременно Это абстрактное состояние дуба Предельно неразвитое Это часть дуба То есть абстракция – это часть неразвитое состояние Во-первых Во-вторых, абстракция Это часть неразвитое состояние Реального феномена И категории Точно так же есть абстракция Товар как абстракция Товар – это самая простая характеристика Рынка и капитализма Реальный товар Товар как реальное общественное отношение В которое каждый из нас Вступает каждый день и каждый час В рыночную экономику Это реально существующая абстракция Одна из частей рынка Где есть еще и деньги Где есть еще капитал Наемные работники Кредит Ренты И многое другое Товар – это самое простое состояние Рыночно-капиталистической системы Капиталистического способа производства Сказал бы Март И в то же время Товар – это есть категория То, что существует в науке Политическая экономия Отражающие отношения товара Эта категория абстрактная Она проще, менее развитая Чем категория денег Потому что деньги – это и товар, и что-то еще Чем категория капитал Потому что капитал – это деньги, которые приносят прибыль Деньги с приростом То есть капитал – это товар, и деньги, и еще что-то И еще прибавочная стоимость Самовозрастание стоимости Вот поэтому Теперь можно посмотреть на презентацию Абстрактная – это простое одностороннее состояние предмета Его теоретического отображения И относительно менее развитое состояние предмета Или относительно более простая, менее развитая категория Часть и неразвитое состояние предмета И части неразвитое состояние системы категории Соответственно, что такое конкретное? Конкретное – это единство многообразного То есть это соединение абстрактной в систему Помните, я говорил сегодня несколько раз Система, категория, система, категория Почти как попугай, да? Конкретно это соединение категории в систему И соединение отношений в систему Это многообразное Но многообразное, диалектически объединяющее Различный элемент Единство – многообразное Если же мы привносим во все это многообразие Еще и такой важнейший компонент, как развитие А диалектика – это развитие Я с этого начал, этим продолжаю Этим никогда не закончу даже Поскольку тут пока курс продолжается Я буду вам это повторять Итак, диалектика – это развитие Следовательно, мы вот это многообразное Рассматриваем в развитии И здесь появляется еще одно определение Конкретного, которое я прошу запомнить Если хотите, даже выучить Я был бы вам очень признателен Если бы у вас это стало частью вашего Не только студенческого сознания Но и инструментом для исследования Конкретно это результат Со своим становлением Вот это я постараюсь пояснить Если вы хотите понять, что такое дуб Надо не просто посмотреть на старое дерево И распилить его на части Ничего не получится, да? Чтобы понять, что такое дуб Надо проследить, как из желудя вырастает дуб И только результат со своим становлением Старое дерево вместе со всей его историей Возникновения из маленького зародыша Даст вам представление о том, что это такое Если вы хотите понять, что из себя представляет Извините за такой несколько прагматичный подход Ваш папа или ваша мама Вам надо взять ее со всей истории ее жизни Как она родилась, в какой эпохе Она застала СССР или не застала СССР Какие отношения она с кем вступала Кого она любила, ваша мама Как она выбрала вашего папу Выбирают всегда женщину Что у них получилось сейчас Как строятся их отношения Сколько у них было проблем Хотели ли они разводиться И как часто Почему не развелись, если не развелись Что из этого получилось сейчас Вот это будет ваша мама Начиная от девочки с косичками Или с бантиками Включая прекрасную барышню Которую влюблялись в эти кавалеры Человек, который учился, думал Боролся, у которой есть родители У которой есть прошлое Трансформации 90-е годы ужасные Ужасные 90-е годы в нашей стране Которая почему-то решила Что ей нужен ребенок Этот ребенок именно вы А не кто-то другой И сколько вы ей принесли радости И сколько вы ей принесли горя И только тогда вы поймете Почему она сейчас такая Результат вместе со своим становлением Иначе вы ничего не поймете в человеке Если вы встретите девушку То вам надо будет у нас тут юноша В основном Наталья Геннадьевна Извините, я уже буду приводить Примеры для молодых людей Если вы встретите девушку То ее тоже надо брать с историей С родителями, с детством С предшествующими поклонниками Которые так или иначе у нее наверняка были Хотя бы в первом классе Когда обычно там или в третьем Когда там первый раз влюбляются девочки и мальчики И так далее и тому подобное Если у нее есть кошечка, то с кошечкой Если собака, то с собачкой Или с зайчиком, все равно С кем-нибудь, да Любимой куклой Откуда-то появившейся И откуда появилась кукла Тоже принципиально важно И какую школу закончила Если она сейчас в университете Вот где жила Кто был на даче Вот вся эта история в нее впитывается Снимается И эта девушка сейчас Это продукт всех этих отношений И не девушка только сейчас Родившаяся для того, чтобы с вами целоваться Или ходить за ручку Какие у вас там отношения Я не знаю Сейчас уже Наверное в 20 лет уже Каких только нет отношений У мальчиков и девочек Даже 16, наверное, уже Много разных отношений у мальчиков и девочек возникает Ну ладно, не будем увлекаться Давайте вернемся к дубам Так как-то нейтральнее получается Итак, значит Результат Со своим становлением Это и есть конкретно Поэтому если вы хотите сказать Что такое российский капитализм То его надо рассматривать Как минимум с новейшей историей И во всем богатстве его проявления А скорее всего придется еще и закопаться В Советский Союз Который лежит по ту сторону капитализма Но оказал существенное влияние На российский капитализм А может быть и историю развития капитализма В Российской империи Результат со своим становлением То такое восхождение От абстрактного к конкретному В самом простом определении Это отображение Процесса Формирования конкретного Как единства Многообразного в жизни Ну скажем Реального капитализма Вырастающего Из простейших рыночных отношений И системы категории Отражающих этот капитализм То есть Осхождение от абстрактного к конкретному Это С одной стороны Реальный капиталистический способ Производства В его развитии Который затем воспроизводится Ставшим целым На дубе вырос желудок Любой капитализм Постоянно производит И потребляет Десятки, сотни, миллионов товаров Различного вида Включая денежные суррогаты Честь, совесть и все остальное Что продается и покупается Вот эта система Построенная в соответствии С ее действительным возникновением Развитием И превращением В развитый организм Это реальное движение От абстрактного к конкретному В истории капитализма Абстрактные напоминают Не просто то, что в голове Частично где-то присутствует Это и реальный процесс развития От элементарного Простого состояния К все более и более сложному И целостному И абстрактные Это система категорий То есть абстрактные Это исходная категория А восхождение От абстрактного к конкретному Это формирование Системы категорий Вот капитал построен На основе этого восхождения От абстрактного к конкретному От простейшей категории товаров К более сложной деньги К еще более сложный капитал К еще более сложной системе его различных проявлений. Торговый, промышленный, торговый, судный, все виды капиталов и не только капиталов, еще наемный труд, зарплата, прибыль, все. Вот так мы получаем целостную штуку под названием «система категорий». Откуда берутся абстракции? Первоначальные абстракции, которые потом преобразовываются, видоизменяются, обогащаются, уточняются, иногда подвергаются критике в процессе исследования. Первоначальные абстракции берутся, откуда, еще раз, давайте задать вопрос, при помощи достаточно известного всем и каждому метода анализа и синтеза. Вы сначала расчленяете некий предмет на отдельные компоненты, выделяете его слагаемым, в идеале пытаетесь это сделать, пристраиваете слагаемые к истории, как-то соразмеряя с историей, а потом раскладываете их по полочкам, синтез, да? Вот вы выделили, что современный капитализм, что там есть? Ну как что есть? Есть машины, которые продаются и покупаются, есть пирожки, которые продаются и покупаются, есть деривативы, которые продаются и покупаются, это такие обязательства долговые, давайте так их назовем, Да, это просто долговые обязательства продаются и покупаются. Есть акции, которые продаются и покупаются. Есть наим на работу, есть зарплата, есть прибыль, есть процент. Выделили различные компоненты, реальные. Проценты – это не только категория процента, это еще и реальный процент, который можно получить или который надо заплатить, если вы взяли кредит. И дальше начинаете раскладывать по полочкам. Дериватив – это что такое? Это то же самое, что доллар, рубль и биткоин? Или это не то же самое? Ну, если поразмыслить, то получится, да, наверное, то же самое. Положили на полочку. Вот лежит на полочке доллар, рубль, биткоин, золотая монета. А кто-то еще посмотрит, слушайте, а исторически первым видом денег на самом деле был скот. Вот на полочку под названием «деньги» положили еще корову. Вот там лежит биткоин, корова и дериватив вместе. Каша, да? На другой полочке лежит автомобиль, пирожок и совесть. Тоже продается, покупается. На третьей полочке лежит зарплата в миллион долларов и зарплата в один доллар. Ну, хорошо, не в один. На один доллар сейчас мало людей живет в сутки. Ну, как мало? Наверное, на миллионов пятьсот. Маленькая группа людей, которые живут в абсолютной нищете. Полмиллиард, например. Вот. Положили их тоже вместе, да? Куда-то надо еще бриллиантовое жерель положить, которое подарили девушке. Ну, не ваши девушки, наверное, и не вы. Ну, кто-то подарил. Разложили по полочкам. Если хорошо и правильно разложили, у вас получилась полочка с товарами, полочка с деньгами, полочка с наемным трудом, полочка с капиталом. Смотрите исторически. Что было первым исторически? Биткоин? Нет, вряд ли. Дериватив? Нет, вряд ли. Золото? Скорее всего. А кто-то приходит историк и говорит, нет, сначала скот был денежками. Валы, коровы, лошади, а чаще всего бараны. Овцы, извините, наверное, я в них плохо разбираюсь. Далее, полочка с товарами, полочка с капиталом. И дальше выстраивается система категорий на основе единства исторического логического, к чему мы сейчас перейдем. И самая большая здесь проблема, на самом деле, это проблема начала и поиска исходной категории. Соответственно, если мы смотрим, то мы получаем, что восхождение от абстрактного конкретного, давайте сейчас будем строже уже, это определение исходной категории, самой простой категории, самой простой логической категории, отражающей самое неразвитое исходное состояние предмета, объекта, реальной, реально самое простое состояние системы, самое простое отношение. Самая простая категория, отражающая самое простое неразвитое состояние системы, отношение системы. И дальше мы занимаемся чем? Выведением все более и более сложных категорий на основе отражения все более и более сложных, богатых, исторически развивающихся отношений. Мы смотрим на противоречие категории товар, обособленность производителей с одной стороны, общественное разделение с другой стороны, и смотрим, как это противоречие может разрешиться. Оно может разрешиться только так, что будет товар, который всегда нужен всем. Дальше мы говорим, вот давайте назовем этот товар, который всегда нужен всем, X, и посмотрим, а есть ли в реальности товар, который всегда нужен всем. В реальности это значит в исторической реальности, в реальном историческом развитии. Что пришло на смену бартеру? Любой историк экономики скажет, на смену бартеру пришли деньги. Следовательно, давайте назовем товар X, который разрешает противоречие обособленности общественного разделения труда деньгами. Разрешают деньги это противоречие в реальности? Да, они всегда всем нужны. Далее смотрим на категорию деньги. Есть в этой категории какое-то противоречие? Есть, открываем противоречие, качественные неограниченности, количественные ограниченности. Деньги могут все, но денег всегда мало. Есть в реальности такая проблема? Есть. Достаточно самому пойти в магазин и попытаться купить килограмм черной икры, и вы будете нормальным профессором, убедитесь в том, что такое противоречие существует. Как только вы в этом убедились, вы думаете, а как его разрешить? И вам приходит в голову гениальная догадка. А давайте найдем что-нибудь такое, что из 100 долларов делает каждый раз 110. Вот такое вот чудо-юдо, которое позволяет из 100 долларов сделать 110. Ну, кто-то скажет, волшебная палочка, кто-то скажет, давайте посмотрим, нет ли такого товара на рынке, который позволяет из 100 долларов сделать 110. Но сначала надо вообще проверить, есть ли такое разрешение, когда из 100 долларов делают 110. Посмотрели, есть. Есть какие-то такие деятели, которые называются предприниматели, капиталисты, которые постоянно занимаются тем, что извлекают прибыль каким-то образом. Каким образом они извлекают прибыль? Нужен товар, который мог бы приносить, создавать сам по себе дополнительную стоимость. Создавать стоимость больше, чем он стоит сам. Есть такой товар? Есть, говорит практика, это наемный работник. Переходим к противоречию наемного труда и капитала. Вот я вам за пять минут рассказал весь капитал Маркса. Во всяком случае, большую часть первого тома. Не уверен, что вы все поняли, но вот логика примерно такая. Также пытались построить политэкономы в СССР, политическую экономию социализма. Попытка найти аналог товара и капитала содержится в втором томе курса политэкономии под редакцией ЦАГОЛОВА, где на место товара поставили планомерность, на место рынка план, на место капитала поставили ассоциированных производителей об обществленные средства производства. Очень замысловато придумали непосредственно общественное соединение ассоциированных производителей с обопчисленными средствами производства. Такой рублик. В общем, что-то прекрасное коммунистическое. Что именно, было понятно не до конца, тем более, что в СССР реально этого почти не было. Поэтому и получилось плохо. Вот планомерности еще создали, а вот как сделать что-то вместо капитала, тут был большой вопрос. Но я увлекся. Значит, давайте пойдем дальше. Я не раз и не два обращал ваше внимание на то, что мы отображаем реальное развитие системы отношений. Реальное развитие – это исторический ход этого процесса. Я пока рассматриваю исключительно общественные явления, общественные системы. Как все это работает в области физики, химии, биологии, не знаю. К сожалению, всерьез никто попытаться использовать диалектическую логику для объяснения. Физических, химических, биологических процессов не пробовал. Хотя, наверное, в биологии это более-менее очевидно. Развитие от простейшей инфузории туфельки до почти разумной обезьяны, собаки, слона и так далее, прослеживается достаточно очевидно. Все более и более сложная система. Любой современный зверь, он и клетка, он и многое другое. Он в снятом виде и птицы, и рыбы, и все остальное. И даже динозавр, как ни странно. Но тут возникает вопрос, и что, вся реальная история капитализма – это и есть закономерность? Почему тогда столько разных капитализмов и столько разных закономерностей? Нет, говорит диалектика. История – это многообразие объектов, которых ученый вычленяет лишь закономерное. И это превращается в красную нить истории, в логику истории. Есть некий вектор, есть зигзаги вокруг этого вектора, по которым идет реальная история. А почему так? Почему история идет с зигзагами, а не по прямой? В физике все однозначно. Тела при нагревании расширяются и так далее. Хотя и здесь, вам скажут, серьезный физик. Измените давление, и все будет происходить уже по-другому. Соответственно, вода закипит уже не про 100 градусов, а при другой температуре. То есть, все на самом деле тоже многообразное. Существует много сложных взаимодействующих факторов. Общественные системы еще сложнее, и плюс в них есть общественная практика. Вот то, с чего я начинал. Есть действующий сознательный субъект, который этот самый исторический процесс творит и одновременно является его продуктом. Об этом мы чуть позже будем говорить. Поэтому есть вот этот многообразный, зигзагообразный исторический процесс и есть закономерность этого процесса, который отражается в системе категорий. Отсюда есть своего рода логика истории. Вот то, чем отличается марксистская материалистическая диалектика, тем, что она говорит, что у истории есть закономерность, у истории есть логика. В отличие от позитивизма, который говорит, что есть исторический факт, точка. И в отличие от постмодернизма, который говорит, текст об историческом факте можно подвергнуть деконструкции и получить массу контекстов, которые потребуют определенной концептуализации, но главное при этом отказаться от больших нарративов. То есть отказаться от попыток осмысления всего этого в виде каких-то закономерностей, исходя из критериев прогресса и всего остального. Марксистская, говорит, есть закономерность, есть логика истории, есть критерии прогресса и регресса. Но при этом все непросто. Отражается это все только в сложной системе категорий, которую до конца еще не выстроили. Ребята, на Луну лететь надо, но теория полета на Луну до конца еще не сделана. Вот полетим по дороге, будем доделывать теорию полета на Луну. На самом деле примерно так и происходит. На Луну еще ладно, а вот на Марс полетели, то уже все гораздо сложнее. Вроде всю теорию построили, аппарат отправили, не долетел. Всю теорию перестроили, аппарат отправили, не долетел. Ну и так далее. Хотя все строго, все на основе объективных законов, которые познаны. Физика однозначно. Аппарат не долетел. То ли Вася слесарь гайку недовинтил, то ли кто-то там мышку забыл в этом аппарате, то ли напились или поругались при запуске, какие-нибудь программисты не то сделали в программе, то ли просто неправильно отразили все это. Хотя вроде на политической модели все получилось идеально. То ли есть масса факторов, которые не учли. Мы считали, что вода при 100 градусах закипит, а давление изменилось, а мы не знали, что давление изменяется. Она не закипела, аппарат не долетел. И это очень простая система, это примитивная система, всего лишь полет к Марсу. И все действует на основе достаточно четких закономерностей. Физических, астрономических, как они там правильно называются и так далее. Общественная система несоизмерима с вами, это сложно. Тем не менее, люди что-то познают. В XVIII веке они познали, что свобода, равенство и братство прогрессивнее, чем сословные неравенства, абсолютная монархия, крепостничество, рабство и все, что с этим связано. И устроили Великую французскую революцию, революцию в Соединенных Штатах, победив Великобританию, владычицу морей. Позже революции по всей Европе, а потом еще и в Африке, в Азии и так далее. Буржуазная революция. Поэтому мы дальше строим вот эту самую логику истории, познавая закономерности, строя систему категорий и имея всякий раз дело с общественной практикой, где к тому же есть еще и действующий субъект и, соответственно, субъективный фактор. И многообразие исторических зигзагов. Это река Волга, которая, как известно, в общем и целом течет с севера на юг. Если вы видите на картинке, и, говорят, даже впадает в Каспийское море. Однако реальная река Волга, вот логика Волги состоит в том, что она течет с севера на юг. Но реальный процесс течения реки предполагает массу разных зигзагов. Где-то она течет, куда течет? На восток. Где-то она поворачивает на запад. Вот у Костромы Ярославля она туда-сюда виляет. Где-то она вообще, у Самары тоже она там делает зигзаг. Сначала течет на восток, потом течет на запад. Где-то она вообще течет на юг, временами там, или куда-нибудь на юго-восток. Спрашивается, чего бы ей, да, не течь прямо. А она течет вниз. Есть такая закономерность у воды. Сверху вниз. И вот она долго-долго на протяжении тысяч километров пытается спуститься с высоты всего в 300-400 метров, где-то там на Валдайской возвышенности. И вот петляет, петляет, петляет. Тут появляется субъективный фактор. Глядь, перегородили реку Волгу, плотиной. И получилось, что застой исторического времени. Как-то пришел диверсант, плотину взорвал, получилась революция. А может, не диверсант, может, наоборот. Решили, наконец, избавить огромное количество очень важных плодородных земель от затопления водой. А электричество можно сделать и другим образом. Как-то революционное преобразование произошло, да, прогрессивное. Ну и так далее. Вот это реальный ход исторического процесса и законоверности этого исторического процесса. Иллюстрация. И еще одна иллюстрация – вот эта знаменитая картинка желудем и дубом. Если обратить внимание, то на желуде, там большой, то есть на желуде, на дубе, на желуде растет дуб. Совсем в уголке, в конце картинки, там есть такой большой-большой дуб, и на нем нарисованы, ну, такие несколько великоватые желуди, да, что-то в стиле детского рисунка. Значит, есть еще один вариант, когда он показывает вот эту внутреннюю закономерность, когда в абстракции потенции скрыто все целое. Абстракция содержит в себе потенциал развертывания во все целое – дуб. Вот внутри желудя спрятан весь дуб, но в свернутом виде. В товаре содержится все богатство категории капитализма. Посадите в землю желудь – вырастет дуб, если, конечно, не будет катаклизмов внешних. Если у вас возник товарный обмен, то будьте уверены, раньше или позже появятся наемные работники в большом количестве и собственники капитала в гораздо меньшем количестве. Кто-то разорится, кто-то обогатится, те, кто разорится, будут намного больше, чем те, кто обогатится. Как сказал по этому поводу Владимир Ильич Ленин, товарное производство рождает капитализм ежедневно, ежедневно и в массовом масштабе. Вся эта история прошла на наших с вами глазах, ну не на наших с вами, на глазах ваших родителей, на моих глазах. Ну вот маленькая Наталья Геннадьевна тоже застала эту историю. Когда из первых киосков стали появляться их объединения под началом каких-нибудь бандюков, потом из этого всего выросли магазины, потом магазины поглотили сети, а потом сети скупили транснациональные корпорации. А большинство бывших хозяев лавочек и челноков, которые ездили в Турцию или в Китай, закупали шмотки и возили их в челночных сумках таких клетчатых, исчезли, превратившись в наемных работников, которые тупо сидят в супермаркетах и прикладывают штрих-код к кассовому аппарату, часто даже не умея считать. Ну в России еще по старой памяти считать умеют, а вот в Америке многие операторы кассовых машин в супермаркете считать не умеют. Без калькулятора, без компьютера они сосчитать не могут совсем. У них таблицу умножения плохо. Я это проверял на своем опыте. Вот такие дела. Давайте вернемся к одной важной закономерности. Здесь мы предполагаем, что есть единство исторического и логического, когда система теоретических категорий формируется в процессе отслеживания объективного генеиса, развития, заката старой системы. И то, что воспроизводится ставшим целым, то, что воспроизводится развитым капитализмом, то закономерно, что нет, то нет. В истории дуба тоже может быть много разных зигзагов, но если на дубе выросли желуди, то значит весь ход развития от желудя к дубу закономерен. Если на желуде выросли яблоки, значит в исходном пункте был не желуд, у тебя яблочное семечко. И это не дуб, а яблоня. Вот такие чудеса. Теперь давайте вернемся к современной диалектике. И окажется, что кое-что удалось сделать. Удалось, во-первых, предложить несколько вариантов того, что можно назвать капиталом 21 века. Удалось показать некоторые новые черты трансформации. Ну и найти альтернативы тому, что условно можно назвать рыночно-центричной моделью экономической теории. Я привожу пример именно на основе того, что мне ближе. Итак, значит, в развитии метода применительно к экономической теории, вот будем на этом примере показывать, удалось уточнить кое-что, что у Маркса найти можно, но надо именно искать. Сегодняшняя диалектика, сегодняшний диалектический материалистический метод это фиксирует четко. Значит, первое, что экономика, ну точно так же можно сказать политика, социальные процессы и отношения, это совокупность исторически различных, исторически ограниченных, качественно различных в этом смысле систем. Есть качественно различные общественные системы. Нет единой политики, единой для всех закономерностей политики, единых для всех закономерностей социального структурирования, единых для всех закономерностей обмена деятельностью. В одном случае у нас крепостные и сеньоры, рабы и рабовладельцы, или поголовное рабство азиатской деспотии, а есть еще наемные рабочие и собственники капитала, а есть хромосоветикус и номенклатура, разные социальные структуры в качественно различных системах. Есть разные типы политического устройства, если смотреть не на форму, а на ее содержание, этой самой политики, политического процесса. Кто с кем за что борется, за какую власть, власть над чем, при помощи каких методов и так далее, какие социальные силы. И уж тем более, есть качественные различия в экономических системах. Одно дело натуральное хозяйство на базе ручного труда с крепостным и сеньором. Другое дело фабрика, наемный рабочий, собственник капитала. Третье дело, рождающееся сегодня, векиномика, где все бесплатно и принадлежит каждому. Качественно различные экономические системы. Соответственно, каждая категория исторична. Категория стоимости, это категория рынка. А рынок не вечен. Когда-то рынка не было. Для экономистов это чуть ли не божественное откровение. Более того, современный человек уже как бы привык к тому, что желание иметь как можно больше денег и как можно меньше работать, это естественно, едва ли не Богом данное желание. Вот в современной западной экономической науке неоклассики, микро-макроэкономики, может быть, слышали. Считается естественным, что человек максимизирует деньги и минимизирует труд. А это неестественно. Это стало закономерностью для большинства людей только в 19-20 веке. Это очень молоденькая характеристика. Это очень молоденький тип личности. Все категории конкретные. И стоимость категория конкретная. И рынок категории исторически конкретной, имеющий начало и конец, рождение и смерть. Это очень важно. Далее. Было показано, что сегодня очень многое изменилось, но про это я вам когда-нибудь потом буду рассказывать. Просто сейчас скажу, что такие разработали категории, которые идут дальше капитала. Поэтому современный марксизм, его применение, это не только то, что написано в Великой книге Маркса. Это и новое понимание рынка, как системы симулякров сетей и эффективного виртуального капитала, и эксплуатации креативной деятельности, и глобальной гегемонии капитала. Не просто эксплуатации наемного труда. Это все разработки уже 21 века. Поэтому очень много есть интересного. Это разработки на базе диалектической логики. Я просто привел пример, как можно на базе диалектической логики построить систему категорий, отражающие реалии экономики 21 века. Вот то, что проделано, в частности, Колгановым и Бузгалином на базе обобщения большого количества работ наших коллег из Соединенных Штатов и Западной Европы по диалоге с китайцами, японцами. В это я сейчас уходить не буду. Что существенно? Что мы постарались всякий раз рассматривать системы, выделяя стадии генезиса, развитого состояния и заката. Нельзя сказать, что до нас этого никто не знал. Это открытие 21 века. Когда это формулируешь вот таким образом, это выглядит абсолютно очевидно. Но на самом деле есть специфика состояния генезиса и заката. Термины образные специально, я их использую, так сказать, для того, чтобы пояснять новый материал. И оказывается, что генезис системы отличается не только тем, что там рождается что-то новое, но и тем, что там всегда есть примеси старого. То есть нет такого, что есть только чистый феодализм, потом революция, ба-бах, феодализм исчез, появился чистый капитализм, начиная с рынка, денег и далее. Вот логика капитала – это логика развития чистого капитализма, без примесей. С самого начала от рождения такой идеальный чистенький капитализм. Это правильно. Он действительно в теоретическом отношении должен быть так отображен, поскольку все примеси отшелушиваются и дальше не воспроизводятся развитым цел. На дубе вырастают желуди, все, что ему мешало, все, что к нему прилипало, все, что параллельно с ним росло, хотя это все отпадает в историческом процессе. Но если мы находимся в состоянии заката одной системы и генезиса другой системы, то вот этот переход очень важен. И то, что в состоянии генезиса возникновения новой системы в ней обязательно присутствуют элементы старой – очень важно. И то, что в состоянии заката, ну, старости, скажем так, системы в ней рождаются внутренние элементы новой системы – это тоже очень важно. по сути дела, вот этот последний феномен, равно как и первый, сохранение старой системы в новой и рождение новых элементов внутри старой, еще до ее смерти, это показано в работах Ленина сначала на примере империализма или монополистического капитализма. Ленин пишет, что внутри рыночной капиталистической экономики на стадии монополистического капитализма рождаются элементы социализма, в частности, элементы планомерности. А потом в условиях НЭПа было показано новой экономической политике, что в условиях чего? В условиях рождающегося нового общества, коммунизма даже, пожалуй, не просто социализма. Обязательно сохраняются элементы старого, элементы капитализма и рынка. Вообще говоря, в строгом смысле слова, это показал еще Марск в работе критика Готтской программы, где он, собственно, сказал, что ранний коммунизм предполагает распределение по труду, а это сохранение элементов буржуазной системы внутри коммунистической. Потом Ленин это повторил в работе государства революции. На практике и в теории это было отражено уже во время созидания нового общества в период новой экономической политики. Ну, кстати, у нас вот сейчас параллельно идет конференция международная, очень интересная, посвященная столетию НЭПа. Я постараюсь лекцию закончить в 12 часам. Если кто-то захочет включиться в конференцию по НЭПу, я вам пришлю ссылочку. Итак, значит, вот это очень важный компонент новой системы, новой диалектической методологии. Что еще было показано в этой связи? То, что закат системы, вот то, что мы сейчас переживаем с капиталистической системой, подразумевает то, что ее исходное качество, ее сущность подвергаются отрицанию, но пока внутри системы. Если исходный пункт капитализма, мы говорили, это товар, то наряду с товаром возникает нечто противоположное, планомерность. Наряду с рынком, обособленностью, независимостью возникает нечто новое, возникает общественное регулирование. Возникает социализация рынка, его ограничения, перераспределение части ресурсов в пользу общества и многое другое. Возникают элементы пострыночной системы. Если капитал и частная собственность это сущность капиталистического способа производства, то на этапе заката начинается диффузия частной собственности и развитие общественного. Внутри ограничивается эксплуатация, так или иначе, за счет деятельности профсоюзов, левых партий и всего остального. Развиваются элементы новой системы внутри старой. Но диалектика очень важная состоит в том, что поначалу развивающиеся внутри старой системы элементы новой укрепляют старую систему. Если капитализм активно использует государственное регулирование, смягчает эксплуатацию, вводит социальную защиту, он становится сильнее, не происходят социальные революции, используется человеческий потенциал более активно, и он получает второе дыхание. Такое второе дыхание получил капитализм в 20 веке, там, где прошли социальные реформы. В Западной Европе, а еще до этого, в 30-е годы 20-го века в Соединенных Штатах Америки, когда Рузвельт в этой цитадели мирового капитализма, я цитирую ученых того времени, Рузвельт в Соединенных Штатах ввел целый ряд очень важных реформ. Был резко увеличен налог на доходы миллионеров до 90%. Прогрессия подоходного налога достигала 90% во времена Рузвельта, начиная с 30-х годов прошлого века в Соединенных Штатах. Создал систему общественных работ, построили мощные инфраструктурные объекты, знаменитые американские хайвеи в том числе. Был создан очень сильный государственный сектор, который стал основой воен-промышленного комплекса США и многое другое. Вот это то, как работает диалектика закат. Это не просто линейная логика, это логика самоотрицания системы еще внутри этой системы на стадии ее заката. Вот здесь я нарисовал опять-таки с помощью Ольги Владимировны, спасибо, и она помогла вот эту презентацию подготовить, картинку, как именно происходит трансформация на примере перехода от феодализма к капитализму и от капитализма к чему-то новому. Давайте посмотрим на ту часть, где идет переход от феодализма к капитализму. Вы видите, линия заката капитализма идет вниз. Давайте посмотрим на феодализм. Закат феодализма идет вниз. период заката. Чем он характеризуется? Тем, что внутри феодальной системы, берем в качестве примера Западную Европу, развиваются элементы капитализма. Какие? Ну, самые простые. Рынок. Крестьяне выходят на рынок, сеньор выходит на рынок, система начинает диффундировать. Диффузия происходит внутри феодализма. Наряду с натуральным хозяйством развивается рынок, наряду с неэкономическим принуждением, рабством, крепостничеством. В Европе в большинстве случаев он уже отменен этот крепостной строй. Не везде в Восточной Европе, скажем, не отменен. Да и в Германии тоже сохранялось крепостничество очень долго. Развивается наемный труд. Наряду с аристократией существует буржуазия. Происходит диффузия, которая временно укрепляет феодализм. Те страны, где активно используются элементы рынка и активно используют буржуазию, на пользу власти аристократии, эти страны оказываются достаточно сильны. Вплоть до 19 века, иногда даже в начале 20-го, как Российская империя. Обратная ситуация – буржуазная революция. Вот где-то, где феодализм из жирной линии переходит в пунктир, а элементы капитализма из пунктира переходят в жирную линию. Буржуазная революция. Во Франции в 18 веке в России так и не произошла толком, соединившись сразу социалистической. В Европе в 1848 году революция прокатилась практически по всем странам. В большинстве случаев потерпела поражение, где-то стало импульсом будущего рождения капитализма, как в Германии, например. Но внутри капитализма, на стадии его генезиса, сохраняются черты феодализма. Сохраняются лендлорды, сохраняются пережитки крепостничества, сохраняются привилегии аристократии и так далее и тому подобное. Рентные доходы, феодальные доходы играют большую роль. Точно также период заката капитализма характеризуется тем, как я уже сказал, что внутри капитализма рождаются элементы коммунизма, а потом наоборот, в условиях рождения коммунизма, внутри него сохраняются элементы капитализма и не только капитализма. Очень важно, что эти трансформации при этом не линейны, это не прямая линия, это зигзаги, как вообще весь исторический процесс, что очень существенное влияние оказывают не только внутренние, но и внешние факторы, но при этом еще важнее то, что идет не только эво, но и инволюция, то есть, возможно, попятное движение социального времени. История идет вспять. Вот сегодня во многих странах Азии, ну слава богу, не во многих, но в некоторых странах Азии началось попятное движение к феодализму, рефеодализации. На женщину одевают чадру, в школу девочка может идти только если ей разрешат родители, а в университет женщина может идти только если ей позволит муж или отец. Да и то не везде, не всегда, может быть и не может, и может быть опять только в тедре. Это закрепощение половины граждан страны, вне экономическое принуждение, возведенное в универсальный закон, а отнюдь не культурная особенность. Это феодальное экономическое отношение. Это происходит не только в некоторых странах Азии, это происходит и внутри России во многих регионах, и не только в мусульманских. Такой умеренный консерватизм сегодня возведен в рамках государственной политики. Правые консерваторы становятся мощной оппозицией внутри стран даже в Западной Европе, в частности в Германии. Вот вам, пожалуйста, инволюция, регресс по пятной движению. В классическом марксизме только наметки такого существуют. Заметил это Жижик в своих работах о Ленине. У Ленина есть проблема отступления, по пятнам движения и так далее. Жижик обратил на это внимание, но в очень таком ограниченном контексте. У нас этот принцип, принцип соединения диалектики прогресса и регресса достаточно акцентирован. Соответственно, в условиях трансформации происходит такая деконструкция, в данном случае постмодернистский термин удобен, адекватен, социального пространства. Возникает мозаичность социального пространства. В одних анклавах социальный прогресс. Внутри ряда европейских стран сохраняется где-то и усиливается социальная ориентация, где к власти приходит социал-демократ, капитализм. Социальные элементы внутри капитализма развиваются. Где-то в мире начинается рефеодализация. Где-то, как, например, в Боливии, побеждает на выборах президент, который собирается вести к страну социализм, а на Кубе пытаются сохранить социалистические тенденции до сих пор. Китай вообще особая статья. Социальное пространство в условиях трансформации раздроблено. Разные социальные отношения, разные исторические социальные системы. Одни умирают, другие рождаются. Кто-то переходит вперед, кто-то переходит назад в историческом времени. Тот застыл в болоте застоя. Вот как Россия сегодняшняя. Соответственно, институты нестабильны, правила игры нестабильны. Ну и отсюда диалектика не только революции, но и контрреволюции, не только реформ, но и контрреформ. И, соответственно, включение человека в этот процесс, как того, кто может усиливать, активизировать прогресс, а может и вызывать регресс. Субтитры создавал DimaTorzok